Хотелось бы узнать, на чём Вы основывали, если Вы принимаете такие результаты. Результаты я только что озвучил учарств, повторю. Сегодня 4 августа состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы города Назарова. Конкурсная комиссия была составлена на приоритетных началах. Три человека было назначены распоряжением губернатора, три – решением Назаровского городского санкции. Конкурсная комиссия отработала таким образом до участия в конкурсе были все участники допущены. А это 4 человека – Гончаров, Даншин, Сухарев и Тепляшин. Конкурсная комиссия составила и подписала протокол, согласно которому эти кандидаты были допущены и заслужены по двум этапам конкурса. Первый этап конкурса – это конкурс документов, которые представили участники конкурса. Мы анализировали документы, задавали вопросы участникам конкурса, и оценивали, учитывая их биографические данные, стаж работы по специалистам, стаж работы на руководящих должностях, стаж работы на муниципальных и государственных должностях. Кроме того, кстати, этот этап проводился в виде собеседования в соответствии с вашим положением о проведении конкурса, подтвержденного Городским Союзом. Второй этап конкурса представлялась собой рассмотрение программ действий, направленных на улучшение социально-экономического развития Города Назарова. Он оценивался по 10-бальной шкале от 1 до 10 баллов. Также проводился в форме собеседования. Здесь члены конкурсной комиссии оценивали качество подготовки программ, их целесообразность и осуществимость, полноту, содержательность ответов, ну а также оценивались навыки публичного выступления кандидатов, навыки коммуникации. Программы обязательно должны были содержать текущую оценку социально-экономического состояния Города, описание основных проблем социально-экономических. Потом обязательно должен быть отражен комплекс мер, которые кандидаты предлагали для решения вопросов социально-экономического характера и решения проблем городских. Предполагалась структура местной администрации города Назарова и срок реализации программы. Это обязательные моменты, которые были отражены в положении для того, чтобы участники это озвучили. Суммы, выставленные членами конкурсной комиссии, по итогам двух этапов, они суммировались. Поэтому мы имеем одну цифру, которую достиг каждый кандидат. По итогам двух этапов конкурсных испытаний участники набрали следующее количество баллов. Гончаров Сергей Александрович – 41 балл, Данчин Владимир Петрович – 73 балла, Сухарев Сергей Иванович – 88 балла, Тепляшин Алексей Николаевич – 56 баллов. При этом следует сказать, что в соответствии с положением и порядок проведения конкурса конкурса конкурсная комиссия признает, отбирает, вернее, не менее двух участников конкурса. То есть не менее двух – это значит двух и более. Но решением конкурсной комиссии мы приняли решение признать двух участников конкурса, набравших максимально наибольшее количество баллов – это Данчин и Сухарев победителем конкурса, которые отобраны в качестве кандидатов на должность долга города Назарова. И второе решение комиссии – это направить данные кандидатуры Сухарева и Данчина и документы, конкурсные документы в Назаровский городской совет для рассмотрения на сессии, на который будет рассмотрен вопрос о приспорении главы города Назарова.